Выехала группа, поставила ограждение в церебезопасности. Из положения выходят как могут. Обнаружив пропажу решетки, сотрудники водостока первым делом ограждают ливневку, чтобы машины не пострадали. Но при таких темпах пропажи вовремя среагировать могут не всегда. С начала года в Саратове украли около 70 решеток и еще больше крышек канализационных люков. Иногда за ночь их пропадает несколько. Проблема безопасности дорожного движения, она встает очень остро. Большой ущерб несет предприятие. Зачастую просто не всегда успеваем в нормативные сроки даже их закрыть. Наглядный пример сегодня ночью. Обходчики уже рано утром обнаружили пропажу двух, снова двух решеток конкретно на этом участке. Заменить чугун на стали решили на предприятии. Расчет на то, что похитителям станет невыгодно красть решетки и крышки люков. Но и здесь есть свои подводные камни. Сталь не так прочна, как чугун. Где очень такое интенсивное движение, ставят все-таки чугунные решетки. А в основном мы вот сейчас изготавливаем стальные. Мы их по бокам крепим, у нас крючки специальные, и крепим, чтобы они, как говорится, у нас их не украли. Минус у стальных решеток – это недолговечность. Они как бы прогибаются. Ну как принимайте стальные решетки. Вот для себя принимают. Пока водосток штампует стальные решетки, полиция ищет злоумышленников. Рейды по пунктам приема металла – один из самых действенных способов. Владелец этой точки, говорит, с похитителями муниципального имущества не связывается. Приносит, бывает иногда. Приносит, предлагает принять. Я не принимаю из-за того, что это просто криминальная вещь. На кой нам нужно? Лишние головные боли себе создавать. И все, больше ничего. Его не обманывает интуиция. Приемка такого металла влечет за собой серьезные последствия. И хотя сам владелец пункта решеток не крал, он поневоле становится соучастником. Если находятся эти имущества, значит, выявляется, кто приносил получение информации. В дальнейшем этот пункт металлоприем составляется административный протокол. Имущество, которое находится в пункте, изымается. Составление протокола изъятия имущества. И по решению суда, значит, имущество, вот именно незаконный приобретенный лом черного металла, обращается в доход государства. О собственной безопасности коммунальщики призывают позаботиться и самих жителей Саратова. Об отсутствии крышек, люков и решеток просят сообщать по телефонам горячих линий водостока.